Доброе утро, Михаил! Наверное, по рабочей визе. Вопрос такой, знаете ли вы типичную разницу, например, в процентах, между зарплатой человека при устройстве напрямую и через внешнее кадровое агентство? Насколько я знаю, внешние кадровые агентства зачастую получают процент от зарплаты человека длительное время. Подозреваю, что эти отчисления могут уменьшить зарплату, которая будет указана в джоб-офере кандидата. Если уменьшение значительное, то, вероятно, разумно игнорировать такие предложения и рассылать резюме непосредственно потенциальным работодателям. Что скажете? Это вопрос. Что скажете? Скажу, скажу, не утаю. Я хочу сказать, друзья, что в бизнесе, в экономике все сбалансировано так же, как, например, оно сбалансировано в природе. То есть есть определенный баланс. Если что-то существует, то есть какая-то причина. Давайте я немножко издалека. Вот постоянно, когда возникает вопрос, там, Канада, США, где лучше, что лучше, там, Европа, США. И вот постоянно идет тема здравоохранения бесплатное. Вот медицина бесплатная. Это нарушение баланса. Потому что врачу же надо деньги заплатить, медсестрам надо деньги заплатить, госпиталя, лекарства. Ну как это она бесплатная? Это кто-то же, значит, заплатил. Понимаете? Кто-то заплатил. Вы можете сказать, какая разница, кто заплатил. Если кто-то заплатил, то для меня-то она бесплатная. Это если ты на велфере сидишь, она для тебя бесплатная. А если ты, например, работаешь и налоги платишь, то вот эти твои налоги все и оплачивают. А кто же еще-то? Ну вот ты же и оплачиваешь. Понимаете? Есть некий баланс. Ничего не возникает ниоткуда. Из ниоткуда. Теперь, если мы двигаемся к рынку труда. И вот есть компания. И эта компания вдруг использует какое-то внешнее рекрутинговое агентство. И деньги ему платит. За что? Ведь на самом деле, если я, допустим, нанимаю человека, я могу дать ему больше денег. Скажем, я сэкономил на рекрутинговом агентстве и заплатил это человеку. Значит, что это значит? Это значит, что я за ту же самую сумму, которую я теперь не делю между работником и агентством, а которую я могу отдать работнику. Значит, я могу взять более высокого качества работник. Больше того, я могу, например, сэкономить эти деньги. Если, скажем, вот у меня сумма какая-то фиксирована есть, я могу вместо пяти сотрудников, может быть, нанять семь или восемь. Почему я должен отдать кому-то эти деньги? Мы не берем в расчет коррупционные схемы, которые тоже существуют, это отдельный вопрос. Так вот, значит, почему я отдал деньги-то? Потому что человека надо найти. Тем более, вот мы сейчас говорим программистам на Java, на C-Sharp. А иди-найди программиста на Java, на C-Sharp. Что это значит, если я хочу его нанять? Это значит, что кто-то должен проделать вот эту работу, кто-то должен давать объявления, обзванивать кандидатов, покупать лицензии на всех job search engine-ах. Вот я лично плачу. У меня минимальная лицензия, которую я покупаю, просто чтобы следить за движением профайлов на Dice. Вот моя минимальная лицензия стоит 3300 долларов в год. При том, что я ничего не могу делать, даже вот, я просто могу открыть, там, я не помню, 100 резюме в месяц. Вот я могу просто посмотреть, да? А представьте те, которые обзванивают много народу, у них там какой-нибудь там нелимитированный лайсенс, они платят десятки тысяч, и тогда, что же тут? Кто должен заплатить эти деньги-то? Ну, кто-то вот заплатил, так ему надо компенсировать, правильно? Сидят люди, работают, кого-то ищут, с кем-то разговаривают, проводят интервью. Им же надо заплатить. Ты можешь их себе в компанию нанять. Знаете, что при этом произойдет, если вы наймете их себе в компанию? Они будут работать с гораздо более низкой производительностью, потому что, а что им? Это люди на работе, у них зарплата. Ты им обязан уже. Понимаете, они не должны отработать свои там 3 копейки, они должны. Им уже обязаны все. Значит, дальше у нас, что начинается? Дальше им бенефиты нужны, им надо страховки все. Ой, мама родная, такие деньги пошли. Вот. И при том, что у нас не всегда есть потребность в найме, но не то, что вот я каждый месяц должен нанять там 150 человек. У меня бывает 150, бывает 15, а бывает 350. Значит, когда мы нанимаем 15, мои сотрудники из моего, значит, да, отдела кадров, они, значит, сидят, ничего не делают. Ну, в смысле, зарплату получают, а эффективность никакая. Если им нужно, значит, там, 350 нанять, или там 500, например, что я должен делать? Их силами я нанять не могу, я все равно должен пойти куда-то, кому-то заплатить и так далее. Поэтому они, конечно, оптимизируют, сколько народу им реально нужно на постоянную позицию, и сколько народу они временно привлекают для того, чтобы что-то такое делать. Вот. То есть, ну вот, как бы такой расклад. Поэтому никто никому, в смысле рекрутеру, не даст денег просто так. Это не те деньги, которые компания забрала у сотрудника. Когда они говорят, нам нужен человек вот на такую-то позицию. Они говорят, сколько там у нас бюджет на это? Ну, вот, допустим, я не знаю. Они говорят, нам нужен человек, и он должен получать 100 тысяч в год. Значит, сколько нам нужно денег? Если мы берем его через агентство, например. Если мы берем его через агентство, значит, мы этому агентству там должны сверху накинуть 30%, например. Есть такие, что берут 30%, есть такие, что меньше. Есть такие, что больше могут взять. Зависит. Значит, допустим, 30% сверху. Хорошо. Значит, он нам стоит 130 тысяч. Если мы возьмем его напрямую, без агентства, значит, мы должны будем ему бенефит платить и всякие там еще другие дела. Нам дешево сильно не будет. Мы еще налоги за него заплатим. Поэтому они когда говорят, нам нужен человек с определенной экспертизой, чтобы выполнять определенную работу. И вот это то место, где решается, сколько денег этот человек будет получать. Значит, те деньги, которые они отдали рекрутинговому агентству, это те деньги, которые они реально сэкономили на своем HR-департменте. И вместо своего HR-департмента, который им гораздо дороже встанет, они отдали его вот в эту контору, которая выполнила конкретную работу для них, и ушла. Им не нужно все время платить. Значит, теперь, что касается денег, которые берет рекрутинговый агентство. Позиция в компании может быть постоянной или контрактной. Но и есть гибрид. Очень часто бывает, что человека берут на контракт, а дальше он приглянулся, появился бюджет, что-то такое там происходит, новые проекты. Его оставляют на постоянку. Или кто-то ушел. Например, берут контракт и переводят на постоянную позицию. И так далее. Значит, каждый раз, в каждой из этих трех ситуаций, идет некий расчет. Если позиция постоянная, то есть такое понятие finder's fee. То есть finder's fee. Компания говорит, вот я беру человека, я тебе нашел человека, ты мне даешь деньги за него на постоянную позицию. Это разовое такое действие. В контракте там будет прописано, ну, например, что компания рекрутерская отработала свой этот finder's fee, если приведенный ей человек, найденный ей человек, отработал три месяца, например. Да потому что, знаете, как бывает, поработал там две недели и ушел. И компания говорит, за что же тебе деньги плачу, человека-то у меня нет. Вот, например, три месяца. И сколько берут за это? 25%, 30% берут. Но дальше процент растет с уровнем экспертизы человека. Допустим, уровня там, ну, вице-президента. Или, например, там какой-нибудь там, я не знаю, высокий менеджмент. Это может быть и 100% тоже. И 50, и 100. Вот там нашли человека на 150 тысяч, дали агентство там, не знаю, 75, 80, 90. И так далее. Чем труднее найти человека, тем выше будет этот процент. Есть агентства, которые специализируются исключительно вот на executive level. Вот там деньги хорошие. Но тоже надо уметь, надо знать людей, надо уметь выполнять вот именно эту работу. Чтобы к тебе еще обращались тоже. Значит, и так, есть finder's fee. Разовый платеж. Разовый платеж. И разовый платеж как бы гораздо больше похож на расход, связанный с содержанием собственного там HR-департмента, да? Вот можно говорить, ну да, вот в среднем, допустим, наш HR-департмент, если мы потратим еще миллион долларов в год, значит, мы наймем лишние там 50 человек. Соответственно, у нас в среднем 20 тысяч человек расход на там одного нанятого. Ну, грубо. Вот, значит, соответственно, они вот так вот за человека платят определенные проценты. Следующая категория – это контрактная позиция. Человека изначально берут на контракт. То есть там, допустим, 6 месяцев какое-нибудь задание, там, 3 месяца, 9, 12. Это все немножко условно, потому что большинство трехмесячных контрактов, которые я знаю, вытягивались и в 10, и в 6, и в 9, и в 12, и в перманент, и так далее. То есть, ну, вот сегодня его берут на 3 месяца контракт. Это больше название, чем содержание того, что там в этой позиции. Значит, соответственно, есть ставка, которую платят человеку, есть ставка, которая платится рекрутерскому агентству, который через себя все это пропускает. И тут есть разные отношения. Есть компании, которые говорят, значит, мы вам даем какие-то деньги, а вы должны этому человеку платить не меньше, там, допустим, я не знаю, 75% – это зарплата человека. И они их контролируют, там, проверяют, чтобы не нарушали. То есть, абсолютно открытая схема, по которой компания, которая платит деньги, знает четко, сколько денег пошло в зарплату сотруднику. Соответственно, они могут сказать, сотрудник должен получать бенефит, и они могут там оговорить жестко. Обычно, чем солиднее компания, тем жестче условия для рекрутера, который нанимает. Может быть, по-другому. Компания говорит, ребята, вот вам 50 баксов в час, да, нам нужен человек, который бы делал вот там простую тестерскую работу. Значит, если они кого-то найдут за 30 долларов, значит, они 20 оставили у себя. А если они найдут за 22 доллара, значит, они 28 оставили у себя. То есть, никто их в этом смысле не контролирует. Такая схема тоже есть. И, да, это не только найти надо человека. Это нужно заниматься процессингом его payroll, то есть, надо собирать таймшиты. Есть некоторая работа, которая с этим совсем связана. Там, выписывать чеки и так далее. Часть этих денег идет в налоги. Значит, если рекрутерское агентство платит вам там на W2, я не знаю, 30 долларов в час, например, то считайте, что процентов там, ну, грубо, там, 12, 13, 14, они должны заплатить в налоги и в workers' compensation страховку там и так далее. То есть, там набегает. Плюс все-таки им прибыль тоже какая-то нужна. Не то, что они там должны без прибыли что-то делать. Офис у них есть, там расходы накладные, зарплаты сотрудников, что же. Вот. Есть дальше комбинация двух путей. То есть, сначала человека взяли на контракт, а потом его перевели на постоянку. Значит, если мы говорим про обирание человека, вот как бы его поимели, то это как раз та самая схема, когда рекрутинговое агентство посредине, там, стоящее, может выкручивать ему руки. То есть, у него есть деньги, у них есть деньги, которые они получили из компании, а дальше они могут вам снижать настолько, насколько вы согласитесь. То есть, вы не защищены ничем в отношениях с этой организацией. Это бывает. Но это фактически удел людей, не уверенных в себе. Это удел людей, которые не в состоянии искать работу. У них нет высокой квалификации. И даже средней тоже нет. Потому что там, где есть хотя бы средняя квалификация, там на человека уже такой жор идет, если мы про IT говорим, что снизить ему ставку невозможно. Он смеяться вам в лицо будет, потому что он за неделю получит несколько там офферов, и вы просто будете смеяться вам в лицо. Это удел начинающих, которые прошли там за 15 часов какой-то крэш-корс, там где-нибудь на индусской кухне, вот, или там в бедруме. Написали в резюме там 7 лет экспириенса. Говорят, я хочу там 45 долларов в час, но в итоге соглашаются на 18. И рекрутеры, которые им предлагают 18, все хорошо понимают. Вот они, вот это вот, да, но они и 18 неплохо, потому что он поработает на 18 полгода, пойдет, получит уже тридцатник без дураков там и так далее. Поэтому, как бы, унизить вот этим, обидеть, обобрать человека, который реально представляет рыночную ценность, практически невозможно. Если только он, ну, обладая рыночной ценностью, не обладает какими-то человеческими качествами, которые позволяют ему функционировать в рыночных условиях. Или он не хочет выходить на рынок, он вот как-то предпочитает, чтобы кто-то его устраивал, кто-то за него решения принимал, вот, вот, чтобы кто-то только не он. Такие люди тоже есть. Тоже есть. Значит, третий вариант. Его берут на контракт с последующим переходом на постоянку. Последующий переход на постоянку может быть сразу оговорен, как намерение. Он может не быть оговорен, но возникнуть последствия в результате производственных каких-то процессов. Соответственно, все это прописывается в договорах и зависит сильно от отношений компании и вот этого рекрутера. Если у них, как бы, такие рабочие нормальные отношения, они постоянно там бизнес вместе делают, там немножко другие условия, но от компании зависит, насколько она прижимистая. Есть такие очень прижимистые. Есть коммунистические, такие зомбированные, которые смотрят на рекрутер и говорят, сволочи вы, значит, нефига вам там, значит, кровопийствовать. Я такое видел в своей жизни тоже. Значит, типа, обирают народ, вот они такие, значит. Так вот, значит, что может быть в контракте? В контракте может быть написано, что компания, которая наймет человека на постоянную, значит, работу, например, если это произойдет через 6 месяцев или 12 месяцев, после того, как человек работает на контракте, то есть, грубо говоря, за него уже заплатили нормально в компанию, в рекрутерскую, то они могут его перевести на постоянку просто так. Вот никому ничего не должны деньгами. Могут сказать так, что вот если это произошло, например, раньше, чем 6 месяцев, да, раньше. Если 6 месяцев, то ничего не должны. А если раньше, чем 6 месяцев, тогда пропорциональную часть от этого finder's fee, которая на постоянную позицию, допустим, если там, допустим, 30 тысяч было finder's fee, делим на 6 месяцев, получаем 5 тысяч в месяц, значит, если его через 4 месяца перевели на постоянку, значит, за 2 последующих месяца, значит, десятку заплатите. Вот такие могут быть отношения. Могут быть очень жесткие, типа, ты не можешь его там вообще, в принципе, куда-то переводить. Но в этом как бы смысла нет. Заплати и забирай на здоровье. О чем речь? Поэтому в контракте с человеком его пугают, рекрутерское агентство пугает человека и говорит, что ты, поскольку это мы тебе нашли эту компанию, ты не можешь туда переходить в течение года, после того, как у тебя закончится контракт. Что это значит? Это значит, мы хотим получить деньги с той компанией. И мы хотим застраховаться на случай, если та компания таки захочет тебя взять, да, вот ты не ходи. Вот у тебя в контракте написано, ты не ходи. Вот. Значит, это все лажа, вы можете совершенно спокойно это игнорировать. Решаются все эти вопросы не на уровне человека, который пошел работать раньше, чем через год в ту же компанию, а решается в отношениях к самой компании. Потому что деньги получить с человека они не рассчитывают. Они рассчитывают получить деньги с компанией, которые человека к себе забирают. И эти отношения прописаны у них в контракте. Но многие компании к рекрутерам относятся вот так, как к черной кости. Они, допустим, забрали человека, денег не заплатили. Что делать рекрутинговые компании? Прекратить с ними бизнес делать вообще? Они могут. Но тогда они, ну скажем, потеряют еще какие-то деньги. Поэтому они, в общем-то, проглатывают зачастую. И говорят, ну, там, ладно. Вот. Это такой непростой бизнес. Там много грязного, несимпатичного. Зачастую. Со всех сторон. И со стороны компании, может быть. И со стороны человека, может быть. Которого там куда-то помещают. Вот в нашем случае, например, мы вот видим человека, который как бы меня не обобрали, правда? Он говорит, как бы меня не обобрали вот эти люди. Может быть, мне напрямую устраиваться там. И так далее. Я не вижу, честно говоря, никакой связи и никакой разницы. То есть, это вещи, как правило, независимые. Если мы говорим про постоянную позицию через рекрутеров, я не думаю, что вы получите больше, идя напрямую. И гораздо больше это зависит от вашей способности поторговаться, произвести впечатление, поторговаться, соответствовать. И в еще большей степени это зависит от вашей способности получить вот эти multiple job offers. Значит, если у вас хорошая квалификация, востребованная и так далее, значит, вы идете на рынок. И вы получаете несколько job offers. Вот у нас буквально тут перед глазами молодой человек, системный администратор. Значит, ему дали сейчас там хорошие бабки, за сотенку хорошо дали. А за несколько дней до этого в другом месте ему предложили 70 тысяч. Понимаете, один и тот же человек в течение недели получает два оффера. Один на 70 тысяч, а другой свыше 100. Там можно сказать в полтора раза больше. Что это значит? Это значит, что нужно получать multiple job offers и вот так себе формировать больше денег, более высокую зарплату и так далее. Надо торговаться с позиции силы, а не с позиции слабости. Когда вот тут поторговался, давайте я камеру поверну, значит, там без рекрутера обошелся, там еще чего-то. Не нужно это все. Вы же работник. Ваша сила не в том, что вы перехитрили рекрутера. Вы рекрутера никогда не перехитрите. Это невозможно. У вас нет такой квалификации и вам не надо самое главное. Вот вам надо себя продавать, пойти на рынок, как следует резюме раскидать, собрать, что там дают, взять денежку и работать. И не засиживаться, тоже важно. Так вот засидишься, и квалификация какая-нибудь уползет, и с денежкой, и так вот, когда, например, такая экономика, как сейчас, когда растут зарплаты последние там, не знаю, годы. Вот. Надо двигаться. Вот, собственно, и все. Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok